Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и, скорее всего, являетесь стратегическим жевжиком. А на экране у вас продолжение партии за Бразилию в Сидмерс Цивилизейшн 6 в партии на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка в описании и в прикреплённом комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Ну я не знаю, какой ты экшелничек. Они не хотят с Филопом воевать, почему-то. Я не понимаю, что это было. Кто он? А почему не воевать с Филопом? Интересно. Так он их на самолётах потом заберёт. Не ты, а Тихо соседей. Так, суши, надо Магдебург больше пообращать. Ты увеличишь таймер? Да, насколько кто? Кому? Сколько надо? Видимо не просто. Я ничего не вижу. Я на полминуты увеличу. Тебе далеко до ПТ команд? До хода. Ну я тебе если чё деньги дам на апгрейд. Ты только эти копейщиков береги. Ну стрельцов и пикинёров. Та-дам. Здорово. Ну вообще 94 тяжеловато будет. Я конечно понимаю бомбарды у него там. Ты серьёзно таран подвёл? Ты же знаешь, что это бессмысленно? А он, а он подвёл как это показать, типа ребят, смотрите какие новые стены сейчас есть. Вот вы против них уже не работаете, поэтому давайте как-то совершенствуйтесь. Не хочется тут на... Ну ладно, это поставлю всё равно. Ну ладно. Посмотри, предложение Амгазилева Пишешь торгуй, чтобы Капюшка, ладно, я не взял, ходи Ну, армия тут серьезная, конечно Да не, не должен немец прям просто так упасть, я думаю Амгазилева Джоан Ден Гуань, интересно, что делает Хочу и Сидор Милецкий делает Что-то не могу, не помню Следующим ходом это Вот та команда Сколько там Обстоит армия одной Без понятия Да Проблемка Ну, когда появится Ну, слушай, ты скажешь Я тебе дам денег Так, по тусу надо Давайте вместо республиканского наследия, к сожалению Так Ах ты подонок Мен? Ничего ничего Не долг у тебя осталось Дорцевать Такое ощущение что Как будто мы за Жириновской мы герем Да? Так ещё, вы хотите сказать Однозначно ну может англия с китаем у тебя какой союз а пуша китай уже и так воюет с эфиопом я бы сам на самом деле немцы забрал но просто не сейчас мне надо чтобы он там повоевал еще вот как вы думаете жалко или норм что в шестерке нельзя как в пятерке передавать армию дарить жалко жалко но с другой стороны как бы это слишком слишком легко отбиваться будет нет я я исхожу из того например смотрите чувак ну нападает на кого-ка на кого-то ослабленного да который там но отстает на тех вот например вот сейчас немец вышел в пт команды но предположим вот он не выходит в них и я могу ему пт команды подарить но это же типа слишком слишком круто получается но это же логично по идее ну то есть войска там приходят ну в плане вопрос что лучше логично или игровая механика тогда поешь получится что тут просто скорее всего просто невыгодно нападать будет никогда еще одну немец те сколько еще денег надо у меня есть одна армия пока это команды второй корпус сейчас еще одна армия будет еще две на под ну так я тебе спросил сколько тебе денег на доме причесать только у него армии мне нечего апать а да не еще зарую хуже чем бот на уровне князь точно я постараюсь армиар ты пошла под этим воздушным шарик блин форталезу или в сан-паулу так давайте глянем где у меня вообще тут же а тут же я нету сан-паулу еще до финальной на все-таки форталезу каждый день сотни тысяч людей умирают смысле очень много людей умерло пессимистично прозвучало сейчас наоборот по-моему это оптимизм оптимистично представьтесь в никто не умирал нет тогда бы сидел бы вечно лукашенко сидел бы вечно пусталин бы вообще сидел прикинь ну да все мы все остальные его застали конечно вдруг ты хорошо сохранился ты как бенджамин батлер откажись от города 112 ну чуть пробивает конечно так ну вкратце кто там куда побеждать отказаться от него ну что ставить промышленную сюда надо было себе оставлять наверно надо только сначала строители плюм кстати а там никто никакие корпорации не основал меня тут есть продукция которая плюс 20 процентов роста дает и жилье не малыш такая кошка что ли я не знаю я наверно что-то основанного типа руинилась прибежал блин армия всякой фигни и вывезла все это тенью всякой фигней называешь такая всякая фигня все у нее какое-то есть научное название но я латыни не силен и частью венгрица сносят смысле кто сносит не знаю там падает я кишки хервар до ударил ты не хочешь там вступиться ты на него выше вы же кризис приняли против юерусалима сначала на нас потому приняли кризис что хотите чтоб как в венгрии было так сойдет любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где то либо здесь здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку мы можем наверно что-то против друга друг друга делать а в чем плюс будем друг другу что-то делать если есть лидер такая дружба что нам зачем мы друга точно нападать не будем союз можем любой момент ну так когда и дружбу заключим меня прикалывает вот вы порту аллегри кто нибудь видит мой город порту аллегри там он стоит на озере в две клетки так вот у меня почему-то все флотоводцы появляются там хотя у меня есть города на океане как вот игра определяет мне бы красив ну я хочу уровень где-то вот рядом с эфиопом сделать нет полностью уничтожил только что на капере морский лагерь отлично значит работает это вот этот да 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 вижу морским пациентом сказать так а может укинь блин я бы конечно в форталезе как раз карнавал поставить уличный и тут эти потому потому что я набить я проекты читаю как раз карнавал был бы круче тень это ждем с этим может военный лагерь тоже поставить давайте арену и военный лагерь вот сюда она не заправливается давай мои апостолы ходят и подбадривают твоих твоих апостолы нормально все а сколько у тебя стоит купить армию этих пт команд много ну да скажи сколько мы тебе кинем деньги думаю хорошо корпус сколько стоит купить хорошо армию сколько стоит кубе скажите цифры блин купить пт команду 800 стоит дарвил кинем человеку денег кинем чашник и 400 ну я 600 ему кину это кому немцу так я немец кинул держи немец на красиво 6 пойдет на ворону на благое дело денег дали на церковь все успешно добыто кайф заключим дружбу с индонезией непонятно правда за нафига нам это а вот где иерусалим ничего себе а как вы планирует не понимаю а тиньо и деда как вы планируете его отбить я не понимаю я что-то думал вот там вот внизу на островах 9 типа где хатуса вот это вот так хочу ереван делает а вид повышение ну кстати тоже интересная штучка меня же стоит пока до 1 посол да давайте отправлю пока в ереван еще и меняем обратно на республиканское наследие стоп а я случайно не коммунизм открыл нет коммунизм 3 хода дарвил сегодня ты решил все-таки в культурку вложиться да да в этот раз вот такой жадный так кинем еще денег же к немцу давай кинем конечно не смогу нужны мне тоже нужны ты же понимаешь что я 500 кинул немец забирай блин дарвил крит давай дружбу заключим шпион индонезийской империи был пойман при попытке похитить ускорение я же говорю что ты жадный я же ничего не ломал просто хитил ускорение чудаку ты ломал моим ученым мозг причем особо извращенным способом да 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 ты вырывал им эти как их волосы в ушах все все право мне кажется волосы в носу больнее ну вот он это тоже делал так 3 это клевета сюда пойдем на живого пропускаем мастерская я ну тут мы в темный век точно свалимся в следующую эпоху это без шансов уголь обрабатываем уголь обрабатываем уголь даже даже столько угля мне не хватает да это в ресифе нет магдебург нет не падай я так понимаю наши деньги слились не думаю то есть он дальше будет еще обороняться блин я ж тут хотел это убрать сейчас промышленную так откладываем пока производство что 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 мне дали торговца на плюс 1 дипломатическую ну отлично против него не помогает он что читает против себя проекты но это лучше чем у него был бы крестовый поход согласись карточка на иноверце сколько плюс 4 плюс 5 а крестовый поход сколько ну вот а можно еще раз знаю почему у нас эфиоп не сносит индонезию потому что эфиоп сносит немца просто индонезию города большая часть без вообще даже стен вообще да да дарвил как то ты сносит ну типа 49 мощи но но это безнаказанно слишком и 460 науки а ты брат чего не убьешь ну я далеко от него опасно опасно довольствие мне от него 15 ходов плыть на 12 наверно ты его пожиги можно пожечь но я боюсь у него 460 науки я чувствую ядерка у него не за горами и полетит она в меня тогда поэтому пытаюсь натравить на него да кто такие эти ядерки соседа интересно город стоит метла 100 или метла банджерносин 49 тут у лагера военного два раза больше чем мне кажется если стена упадет из метлы в этот город он просто его разрушит даже проблем даже у него даже стены у приграничного города нету не 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 там понял просто у нас это ворота распахнут Блин компьютеры далеко а до аэродромы открыть ну сейчас я уголь открою нет мне дед напал как ты же на деда напал а не дед на тебя я не у меня вообще не везет он у меня напал ты же напал Кагнор скажи где там этот глаз пустыни и перчок не дискорд и фангарио тоже да да вижу там у него за ним две клетки наверх понял спасибо так что у нас с нефтью уже одна добывается вторая вот здесь нормально блин тут еще болото ладно болото мы уже так уберем я не могу просто сейчас откладывать уже надо строить так так всем престиж говнина ничего не покупаем ладно понятно что оно Ммм, военный инженер. Наверное, железную дорогу я все-таки не буду строить. А-а-а. А, давайте водяную мельницу. Тут просто куплю какую-нибудь армию. Чего? Вопрос только. Давайте танков. Немец, а ты в темном веке, что ли? Нет, в нормальном. А если что, Макдебург еще и не отваливается, к тому же. На, он туда губер засунул. Чтобы этого не случалось. Прикольно, я теперь всех веков вверх вижу. Посмотрите на туризм, как мы ровненько. Я, Китай и Атиньо по туризму. Вот, анимация. Ничего, сейчас у него уголь на счет жрать. Си-си-си-си. А кто-то открыл уже стенки, которые от наводнений спасают. Компьютеры где-то, хочется сказать? А-а-а. Ветка в самом конце, но в среднем ветку в самом конце. Там такие две двойные технологии, она вот там, далеко. Может, я зря фабрику строю. Тут не нужна фабрика. Давайте вот Копа Кабану построим. А, и кто-то Торадебелен построил все-таки. Фак. Ну, зря я фабрику тут начал строить. Копа, Копа Кабана. Копа Кабана. Ну, он сюда уже пехотой пришел. Так что, ПТ-команда его ненадолго держит тут. На армии линеек я с бомбардами держать не смогу. Лука. Нормально, ПТ. А в Сталеварение ты вышел, да? Нет, еще. Я даже не знаю, где оно. Я так понимаю, оно посередине ветки, да? Ну, в баллистику ты вышел. Там следующие танки. И за танками Сталеварение. Нет, я в баллистику только очень не защищал. А сколько? Восемь входов, короче. Восемь входов, баллистик. Да, так что это, ну... Без Сталеварения. А те, нет, и без нефти, что ли? Что? Нет, у него есть нефть. Одна, по-моему. У арта-то есть, я про это. Потом он у меня одну заберет. Так, давайте попробуем рационализм. Правда, что тут 50% городов, правильно? Нужно захватить. И уголь дополнительно. Ну-ка глянем. 540. Столь не еще. Вот, теперь работаем. Ты понимаешь, столь не у тебя слюк? Я тебе по жопе дам. А, чё ты по мне стреляешь? Так. Агнор, а ну дай ты посмотри, чё там происходит. У меня секунду. Могу полюрубить, конечно. Это кто? Я, Андро. Ты завида, нет? Да, вид. Брат, а как это победа лояльностью? Кого? Победа лояльностью. Победа лояльностью? А где он тебя научит? Кого-кого? Дед. Ты берешь, ставишь в каждом городе по тридералке, потом перекидываешь в них чудеса. Просто челу давишь, ставишь этого шпиона, короче, в город. Начинаешь читать на минус лояльность и отваливаешь людям города. Вот так. Звучит интересно. Но у меня один союзник, с которым я как бы... Так, учительская. Ты же улучшать не будешь. Ухудшать. Сейчас он нахер возьмет и... Столько пороги даст. Индонет взял себе... Индонет взял себе в лояльке одну стенку по шею. Давай, давай, да. Сопротивляйся, че ты... Хорошо, хорошо, хорошо. Индонета никто не убивает. Ну, давайте кауранчик. Или мне все-таки надо в компьютер и зайти? Ой, как, блин, далеко. Так, ну давайте так. Сначала так. Три армии или армады? Нет, это я не сделаю. Два капера тоже не сделаю. Или самолетики тут. Знаете, куплю строителя. Вот это вырублю. Да, брат. Как-то это... Выглядит не очень перспективно. Ага. Не-не, я про когноры. Он там хоть в чешуне сидит? Чего? А, ну он еще меня обратит еще в город, Азлахин. Да, мы про драгоу вообще говорили сейчас. Не, ну когда-нибудь, когда-нибудь, да? Не, ну стенка упадет, быстрее пойдет. Ну как бы, правильно. Ну я сейчас следующим ходом национализм. Я объединю их. Меня вот это смущает больше, если честно. О, ты шингетти, ты хочешь шингетти забрать? Да. Давай я тебе помогу. Давай опять туда уберу. А он достанет, это шлинкор. А ты можешь подвинуть один фрегат? Давай я сейчас следующим ходом просто сделаю среди них этот корпус. Или как там аромат называется? Он здесь. На этом ходу же не будет. Каждану в нуле. Народ пунтует, милорд. Это дайте 95 жолота, пожалуйста. Надо купить карточку. Я забыл ее поставить. Ну, еще деньги, конечно. Это, дай... Суточку. Дай, пожалуйста. Я тебе и кинул предложение. А, спасибо. О, 15 в ход теперь. Почему у него 89? Чего? Какого родоспособность у нас с гармом? Там, может, количество по слову зависит, если ты прошел геть. А, нет, я про нгазгарму. Там послов много? А, нет. А, ну, дед, выкидывай туда послов. Блин, это хатуса, тушим, не дает науку, это плохо. Я просто пытаюсь ему не дать кёльн забрать. У нас как-то игра была. Там, короче, забывай нас, арас, два чела. Боровались, и оба последили прокачивали эту. А, рейн... А, тяни, чтоб ты, типа, не говорил, я кёльн тоже буду атаковать. Осуждаю. Так вот там... Так ты осудил уже, уже осудил. Чтоб потом претензий не было. У всей карты была боевая мощь 50, а у ГГшки было 84. Это было очень забавно. Когда я здесь находил качалку. Чё, чё? Становись. Не хватает. Мне тактически лест золоту дает. Да, почему-то тактически лест золоту дает. Чудеса свои проверь. Но... Так, лечка жейна. Вот эта лечка не дает, вот эта тоже не дает. А, ну можешь жейна у тебя сидеть? А, да, реально, реально сидит. Чё-то я топлю. Не выспособляет, не выспособляет. С учетом того, что у него там плюс много времени, он уже, наверное, засыпает. Да, это возможно. Ну, так, грузились. Не гравь мне, пожалуйста, ничего. Я ничего не буду гравить. Эй, нет, это моя эта была штука. Фрагира, глянь личку в Рискорде. Я знаю. Моя историческая фигня была. Та, нет? Ну, наверное, да. Леш, я там тебе место подвинул, если чё. А, последнее место как раз. Что, что подвинул? Шенгити. А. Друзья, а как ты его брать будешь? У тебя тут есть юнит? Ну, он не плывет. Я там просто, а фига, ты по 5 стреляли. В принципе, не сильно торопился его захватывать, мне кажется. Офигеть, 10 ходов ему плыть. Зато бразил успел развиться. Хе-хе-хе-хе. О, за каждую клетку с тропическим лесом. Этого я возьму, парни. Да. Погоди, а чё ты Макат делает? Почему ты говоришь, да, тогда ты? Нет, я уже перепутал. Который, этот... Короче, даёт бонус к стенам. Ну, то есть, без страха, без грешности. А, этот. Встроенный таран, короче. Проблема, что никто не воюет на ПТ-командах. Вот так вот. А, ну, кроме Диады, где отдалят, где они на свои остатки. Ну, вот, железную дорогу ко мне проводят. Это интересно. Ну, если Шахим падает, то я, в принципе, могу идти. Ну, да. Я посмотрел за крахом немецкой империи. То есть, ты говоришь, что следующий буду я, да? Это вряд ли. Дарвилл, предложение. Что-то опасно здесь ставить центр конверции. А вообще, тут театралка нужна. Потому что затопило. Ага. Все, канди можно больше не союзить. Я все реликвии собрал. Китайцы, что рабочий на моей территории твое делает? Он это, эмигрант. Гастарбайтер. Нет, эмигрант, он с проездом. Блин, и где мне тут лучше? Украину проехать, понимаете? Ты, наверное, что-нибудь слышал, что я говорил? Ну, ладно. Не, ну кончество глябецов не классировал. Так, а что у нас с ураном? Так, у Индонезы должен быть уран, да? Отлично. Индонезия предложение. Так, тут мы ход пропустим. А, мне нравится, я жил на Балтике. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения этой партии могут поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина, и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.